Дорогие радиослушатели, приветствую вас. Добрый вечер. В эфире программа Охота на Герчика, ее автор и ведущий Александр Герчика. У нас сегодня в гостях мой старый-старый знакомый, приятель, который вместе со мной работал, начинал когда-то много лет назад, Денис Титов. Здравствуй, Денис. Добрый день. Спасибо, что пригласили. На самом деле, тебе спасибо, что пришел. У нас на самом деле будет сегодня интересная передача. Денис когда-то начинал торговать на американском рынке, потом стал консультационным управляющим и сам торгует на российском рынке. Поэтому, думаю, передача будет интересна. Ты знаешь, я думаю, что радиослушателям будет на самом деле очень интересно послушать твой тернистый путь. Был у тебя нелегким. Насколько я помню, ты был продавцом сим-карточек для Билайна, правильно? Ну, я работал в Евросети, это еще студенческие годы было. А потом, ну, я сначала, давайте расскажу. Начинал конец 2007 года. Я впервые услышал о фондовом рынке, как раз перешел на пятый курс института. В 2008 году открыл счет на Фортсе. Торговал абсолютно без правил, то есть сделал кучу сделок. Депозит, естественно, первый свой слил. Потом немножко от рынка решил отойти, соответственно, заканчивал институт. И на дворе у нас появился 2008-го, начало 2009-го, кризис. Естественно, в этот период наиболее активно стали везде показывать также рекламу, что на фондовом рынке можно заработать. То есть такого плана идеи. И я решил проанализировать свою торговлю и заново вернуться на рынок. Пошел на курсы. Сначала пошел на курсы абсолютно непрофессиональные. Выбрал первое попавшееся, если так это можно выразиться, заведение, где можно пройти курсы. Там заплатил деньги. Естественно, ничему не научился. Снова на Россию завел деньги. Снова часть потерял. Потом постепенно перешел, скажем так, постепенно стал интересоваться американским рынком. То есть начальный путь он был такой, что я постоянно искал, много чего пробовал, но сначала вообще абсолютно ничего не получалось. Вот в 2009 году, это был как раз конец 2009-го года, я не в качестве рекламы будет сказано... С Никитой пришли ко мне на семинар. Да, с Никитой пришли на семинар. На семинаре отучились. Тут действительно появилось какое-то понимание рынка. То есть появилось то понимание, по крайней мере, как нужно начинать. И мы с Никитой решили... Привет, Никите, мой большой друг. И мы с Никитой решили, соответственно, офис свой снять. То есть мы сделали все просто. Мы опубликовали объявление на форуме, что снимаем офис, что у нас общие будут расходы. И мы таким образом набрали 5 человек. То есть у нас в команде было 5 человек. Это был начало 2010-го года. Мы не колебались. То есть мы действительно четко решили, что нам это надо. Нам это интересно. Мы сняли офис. Соответственно, вот весь 2010-й год мы сидели в офисе. Все параллельно работали, что поплачу, офис. Я там параллельно работал, сим-картами занимался. Но тогда, в принципе, было неплохо, потому что работы у многих не было. Это конец 2009-го года. Это тяжелая была ситуация. А я, скажем так, неплохо зарабатывал в этой сфере. И, соответственно, оплачивал параллельный офис. Мы параллельно торговали. И так в течение года на работу всегда приходили к 2 часам дня. Уходили после 12. То есть мы допоздна всегда засиживались, задерживались. Так весь год мы, по сути дела, просидели. Получили очень хороший опыт. Но потом перешли к вам. С вами, соответственно, мы вот в качестве экзекьюторов были. То есть исполняли сделки. Более опытные ребята нам говорили, какие акции покупать. А мы просто нажимали на кнопки. Ну, то очень хороший опыт получили. Потом, как помните, у нас стало получаться. Нам стали доверять более серьезные счета. И после этого плавно, скажем так, плавно перешли в Финам. Соответственно, в Финаме сейчас американский рынок не торгую. Потому что основная работа все-таки начинается в 10 часов. Занимаемся конституционным управлением, доверительным управлением. Торгую только российский рынок. Честно говоря, Америка, это очень неплохо. Там получалось. Но, по сути дела, для кого-то... Мы сейчас пообщаемся. Во второй 15 минутке я как раз хочу, чтобы мы полностью ей посвятили именно как раз разницу, чтобы люди, которые или торгуют на России и хотят переходить на Америку, или люди, которые торгуют на Америке и хотят обратно переходить на Россию, чтобы у них на самом деле именно сложилось вот это впечатление и понятие. Ну, насколько я помню, вы практически сразу начали торговать среднесрок. То есть вы как-то миновали с Никитой, и ему от меня тоже огромный привет. Никита, тебе огромный привет от нас и маме твоей. Вы сразу как-то перешли на среднесрочные позиции. То есть почему получилось как, что вы так проскочили? Помню этот прекрасный период. Начинали мы с очень, на самом деле причина банальная, начинали с очень аккуратного интродея. То есть совсем был период небольшой, когда просто первые сделки делали. И тогда как раз рынок очень хорошо рос. Ну, все это прекрасно помнят. Рынок в тот период замечательно себя чувствовал. И многие акции... У нас была такая сначала стратегия, первый месяц мы ловили по 50 центов. То есть мы заходили в бумагу, на пробои круглого уровня, соответственно, либо на каких-то откатах, ловили по 50 центов и выходили. И мы стали замечать, что акции очень хорошо закрываются. То есть акции очень хорошо идут вверх. Фоллоу-ап, продолжая движение. Да. И, по сути дела, наше... Ну, первое время, естественно, было страшно, потому что многие бумаги, они дорогие, по 40 долларов, по 50 долларов новичку, которые приходят, торгуют первый-второй месяц, очень тяжело в этом, скажем так, ориентироваться. Мы перешли на дешевые акции. То есть мы стали торговать, ну, так называемые пеннистоки. Дешевые акции, там, до 10 долларов. И они было время... В то время они очень хорошо ходили. То есть они там в день могли сделать чуть серьезное движение. И как раз так стало получаться, что постепенно вот именно перешли четко на средний срок. То есть такое легкое портфельное инвестирование, наверное, это не назовешь. Но вы очень-очень мало в Intraday были. Да, в Intraday мало. То есть, ну, скажу так, на данный момент я считаю это очень хорошо. Потому что, ну, Intraday для обучения хорошо, но для того, чтобы торговать большие суммы, лучше, по моему мнению, то, как у меня сложилось, я торгую, лучше это портфельно. Тогда другой вопрос. Стоит ли продолжать Intraday, когда человек начинает, или все-таки можно его пропустить и начинать торговать средний срок? Я считаю, что... Отлично, твое мнение. Я думаю, что однозначно этап Intraday, хотя бы частично, человек должен пройти. Для того, чтобы прочувствовать рынок. Да, это как, к примеру, ну, к примеру того, как человек заводит, начинает учиться на 10 миллионов рублей, либо на 100 тысяч рублей. Это вот абсолютно, по моему мнению, такая верная мысль, что многие думают, что они начнут, зайдут большими деньгами, заработают много денег. Кому-то там повезло, 2009-2010 год действительно было супер. Вошли, рынок откатывает, можно пересидеть, рынок все равно вырастет. Сейчас такая стратегия, вот... Ну, тяжело. То есть нужно очень внимательно и очень аккуратно, соответственно, торговать. Поэтому лучше начинать с небольшой суммы, по крайней мере, прочувствовать Intraday, прочувствовать риски, прочувствовать, какой риск вы себе можете позволить, что для вас приемлемо. Потому что многие люди... У меня вот самая большая проблема, если, ну, особенно на первом этапе была, сейчас с этим более-менее справился. Это когда прибыль эйфория. То есть прибыль эйфория и все. Да, шикарно и не можешь выйти. Да, да. Прибыль и все хорошо. Потом приходит момент, нужно выходить. Или заработал, обязательно все отдаешь, еще в минус уходит. Это такая стандартная, наверное... А как ты борешься с этим? Ты конкретно... На данный момент... Очень, кстати, хорошо борюсь. Если... Ну, у меня... Будем проще говорить. Если... Когда я начинал Intraday торговать, когда мы начинали, после определенной суммы просто останавливались. То есть зарабатывали... Ну, у нас такая была идея. День закрываем в плюсе, все хорошо. То есть главное, ну, понятно, что из 1000 долларов сделать 10 тысяч процентов, это могут сделать немногие. То есть надеяться на то, что вы из 1000 долларов заработаете большие деньги, нет никакого смысла. Поэтому на маленькие деньги лучше отрабатывать систему. То есть вы отрабатываете то, что понимаете, начинаете торговать, и уже заходите более серьезно. Если есть доступ, да. Да, вот примерно так. Поэтому именно на начальном этапе с этим бороться нужно. Просто если день закрываете в плюсе, выключаете терминал, и все. Сейчас... А у нас, знаешь, у людей сразу возникает такой вопрос. А вдруг мы больше заработаем? Смотрите, тут все проще. Все зависит от рынка. Это очень важно. Давайте распределять. Если трейдер, который начинает, у него эта проблема очень актуальна, нужно себе дать период, чтобы просто приучаться деньги зарабатывать. Если трейдер, который себя, ну, например, торгуйте вы полгода, и вы знаете, что у вас после плюсового дня, если у вас есть такая проблема, грубо говоря, но она... Понятно, что детально она, ну, скажем так, эта проблема может быть практически у любого человека в какой-то степени проявляться. Если у вас это проявляется не сильно, и вы знаете, что вы в какой-то день заработали, и в другой заработали... Ну, и в какой-то плюсовой день у вас вы можете заработать гораздо больше, естественно, останавливаться не нужно. То есть нужно торговать. Но если у вас эта проблема проявляется наиболее актуально, то лучше себя для начала приучить, а потом уже можно потихонечку какой-то лимит брать от прибыли, не терять и так далее. То есть очень важно психологически к рынку привыкнуть и к прибылям, которые вы зарабатываете. Это для любого новичка, считаю, одним из факторов... одним из факторов эволюции. А ты как уже как-то думаешь, ты революционировал или эволюционировал? Я эволюционирую. Я вот все время эволюционирую, эволюционирую. Никаких революций нет. Скажем так, сейчас дошел до четкой спокойной системы. И по ней торгуешь. По 20% в позиции. Соответственно, торгуют только с рынком. То есть таким образом, примерно. Дорогие друзья, у нас в гостях Денис Титов. Во второй 12 минутке Денис как раз и расскажет о прелестях американского рынка или наоборот непрелестях американского рынка. Здравствуйте еще раз. У нас в гостях Денис Титов. Это охота на Герчика. В гостях Денис Титов и автор. Это я, Александр Герчик. Еще раз, Денис, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Ну, давай тогда. Очень часто люди задают вопрос, что выбрать? Америку, Россию? Почему то или другое? Так как ты, в принципе, достаточно долго торгуешь и тот, и другой рынок. Притом торгуешь осознанно, не просто как бы нахрапом, а и клиентские счета есть, там и свои счета. Вот просто расскажу. У тебя есть там 10 минут конкретно, там я тебя не буду перебивать. Расскажи, что бы ты хотел донести до радиослушателей по поводу российского рынка, американского рынка. Где лучше, почему лучше, что хорошего, что плохого? Спасибо еще раз. Значит, по поводу того, где лучше начинать. Возьмем, прежде всего, сегменты. Американский рынок – это огромное количество акций, огромное количество стратегий, это определенный порог денежных средств, который вам нужен, соответственно, иметь на счету минимум. Это время. И российский рынок. Рабочий день начинается в 10, можно начинать там с суммы 10 тысяч рублей, инструментов не так много. И, соответственно, повторюсь еще раз, то есть, если у вас есть время, можете торговать. Я думаю, что именно для новичка, для новичка, если человек только приходит на фондовый рынок, и он еще вообще ничего не знает, что такое, не знаю, там многие не знают, что такое элементарное, бит, оффер, спред. То есть, в Америке нужно эти базовые вещи знать. Новичку все-таки оптимально начинать, по мнению, не на российском рынке. Потому что именно для него большие плюсы, конечно, не такая большая ликвидность, как на Америке, но трейдеру, новичку, который пришел на фондовый рынок, он может выбрать какой-то один инструмент, торговать небольшой суммой. Все-таки рекомендация выбирать наиболее ликвидные акции. Либо акции, либо фьючерс, соответственно. А вот представь себе такая ситуация. Есть деньги, есть время, и хочется как можно быстрее научиться. Потому что очень часто бывает такая ситуация, у человека есть время и есть деньги. Что выбирать? Америку, Россию? Если что и почему? Давайте так. Трейдинг – это процесс исследования. Естественно, каждый человек, который приходит, он начинает исследовать то, что ему больше нравится торговать. В Америке возможностей гораздо больше. Там гораздо больше стратегий, там гораздо больше акций, там гораздо больше ликвидности. Вот ты как-то думаешь, ты быстрее что научился на американском рынке? На американском, однозначно. Потому что, когда вы начинаете торговать американский рынок, если на американском рынке у вас, скажем так, очень неплохо получается, российский рынок кажется гораздо проще. Потому что в Америке, я вот, когда торговал Америку очень активно, я думал, что на России многие вещи не работают. Там выход из консолидации очень хороший бывает. Например, пробой скользящих средних. Вот на российском рынке торгуют, смотрю, очень многие торгуют, многие на это внимания не обращают. А на Америке я очень четко научился ловить развороты. Когда акция после долгого какого-то отстолья консолидации начинает пробивать уровень и хорошо идти. Поэтому, если вы начинаете торговать на Америке и на Америке торгуете год-полтора, вы за это время, вы, естественно, надеется на то, что вы за год заработаете деньги и нет никакого смысла. Это для вас год процесса исследования. То есть вы будете исследовать, вы будете пробовать изучать риск-менеджмент, изучать вашу психологию, изучать какие-то графические паттерны, соответственно, использовать в своей торговле определенные бумаги и так далее. То есть Америка дает гораздо больше возможностей именно для новичка с точки зрения обучения. На России вы ограничены. То есть если один инструмент начнете торговать, вы им будете ограничены, и там, как правило, не формируется такое количество графических паттернов, которые есть на Америке. Поэтому, если у вас, скажем так, есть сумма 1000 долларов, есть возможность или вам, скажем так, приемлемо торговать после 6 вечера, то однозначно обычно входной порог на американский рынок составляет там 1000 долларов. То есть это не проблема. Из 1000 долларов спокойно начинать нужно обязательно по 100 акций, никуда не спешить, торговать именно все-таки первые там месяцы интердей, именно понимать себя как трейдера. А потом уже постепенно будет эволюционировать, если интердей будет не нравиться в средний срок. То есть ты посмотрел, я не хочу в этой ситуации выражать свое мнение, что все, что работает на Америке, естественно, работает на России. Очень многие вещи. И на России гораздо проще. Вы знаете, по моему мнению, да. Потому что я сначала привык к большому, для многих большое количество акций это плюс. Я сейчас понял, что для меня маленькое количество акций это плюс. Потому что тебе легче выборку делать. Абсолютно. То есть абсолютно точно. Это не из-за того, что я какой-то ленивый, мне не хочется выбирать акции на Америке. Абсолютно не так. Просто и работа, и так просто по специфике получил, что на работе стал заниматься российским рынком. И постепенно привыкал-привыкал, стало получаться. И все-таки я для себя понял, что российский рынок гораздо удобнее мне, чем американский. Но Америка, опять же, если российский рынок сейчас, конечно, ликвидности не так много, рынок не такой простой, но рынок ходит такими зигзагами резкими. Соответственно, все-таки есть идея, что тренд сейчас все-таки зарождается, и есть шансы, что год будет неплохой. Поэтому примерно так. Но Америка манит тебя? Америка? Честно, смотрю постоянно. То есть смотрю обязательно на Apple, потому что S&P смотрю, Apple смотрю, это как более... Ну, вот сегодня такая ситуация, как бы ты вырос, есть у тебя иная сумма денег, достаточная для того, чтобы открыть нормальный счет, например, 50 тысяч долларов. Твои действия? Идешь обратно на Америку, торгуешь американские акции, лично я или... Или ты лично ты, или в Россию. Россию. Все равно Россию. Да, ну я просто, опять же, временной фактор. Просто первое... Нет, вот мы стоим, представь себе, что ты не ограничишь, никаких ограничений нет. У тебя есть деньги, у тебя есть время, ты уже как бы торговал Америку, и ты торговал уже Россию. И у тебя просто выбор абсолютно ничем не связанный, ничем не связанный, абсолютно ничем не регламентированный. Ты просто для себя выбираешь, что торговать Америку или торговать Россией? Я выберу Россию, потому что, опять же, самое главное все-таки... Патриотизм. Я для себя понял, дело не в патриотизме, я для себя понял, что не такое большое количество инструментов, я очень многие акции, скажем так, чутье, если так можно выразиться, есть какие-то формации, которые очень хорошо работают. Вот, например, Муссенерго. Очень мы ее с вами смотрели. Да, да. Там 200-я скользящая средняя пробивалась. Очень хороший паттерн. Там еще база очень сильно консультационная была. Просто многие на акцию смотрят, ну, я там говорил, про будет 200-я скользящая средняя. Многие думают, это не работает, а это очень хорошо работает. Также пример Росгидра. Тоже, Росгидра пробивала 50-ю скользящую среднюю, мы ее набирали очень хорошо. Она сейчас выстрелила, мы там по 0.78, цель была, соответственно, верхняя граница. Мы по 0.78 с копейками вышли. То есть, такие вещи, они работают очень хорошо, пускай их не так много, но распыляться не нужно. То есть, есть ситуация, где нужно войти, вы эту ситуацию ждете, остальное время у вас именно отводится, ну, на анализ портфеля, там, новости, какие-то смотрят по компании. Если бы сегодня ты обладал бы нужной денежной суммой, ты бы ее потратил на российский фондовый рынок. Да, на данный момент потратил бы на российский фондовый рынок. Если... А что тебя опять, если ты принимаешь такое решение, что тебя отпугивает в Америке? В Америке меня ничего не отпугивает, меня в Америке, опять же... Не привлекает. Что не привлекает? Скажу проще, на России стало получаться гораздо лучше, чем на Америке. На Америке... А ты не можешь это скрестить вместе с тем, что ты получил опыт? Ну... У тебя же не просто так получается, ты же не пришел с нуля, у тебя получается, потому что ты получил какую-то вот эту базу, не забывая, там, два года ты проторговал Америку почти, и уже почти год Россию. Да. Скрестить... Ну, как вы скажете, если начинает где-то получаться, менять это не нужно. Правильно. То есть, у меня там получается на данный момент... У тебя и на Америке тоже получалось? Да, ну... На данный момент все-таки мне Россия больше нравится. Именно, опять же, небольшой выбор инструментов, те акции, которые я понимаю, я знаю, какую часть портфеля отвести под голубые фишки, какую часть портфеля отвести под менее ликвидный эшелон, соответственно, примерную структуру портфеля для себя понимаю. А в Америке все-таки очень большой выбор, там, к сожалению или к счастью, много всего интересного, и очень часто, даже если что-то получается, что-то хочется попробовать, это нормально, это некий процесс исследования в Америке. А на России для меня работает только вот элемент портфельного инвестирования. То есть, заход в акции по частям и высиживание вместе с рынком. То есть, такая ловля трендов, ММВБ, по сути дела. Так что ты научился в Америке? Значит, Америка дала опыт именно с точки зрения торговли, с точки зрения набора позиций, я научился понимать рынок, и научился именно... Ты научился сидеть количество акций одновременно, вы сидели, когда работали, вы видели, у нас было очень много позиций, 10, 15, 20, вы научились сидеть больше. Да, вот именно опыт именно с точки зрения высиживания помог, потому что на России, скажем так, бывает очень большой соблазн, скажем так, бывает большой соблазн часто выйти, потому что рынок растет, только начинает откатывать. Я всегда жду закрытия дневного графика по ММВБ. Потому что рынок очень часто рисует ложные движения, вот как последние два дня. Многие, ну, я не очень много читаю аналитики, но бывает там захожу, читаю, кое-какие ресурсы. И везде начинается негатив. Как только рынок немножко вырос, все начинают говорить негатив, что все плохо, опять рмагедудон, нужно закрывать ланги. Я всегда смотрю график, смотрю закрытие, если закрытие нормально, то не вхожу. То есть там акции плюс рынок. Если рынок действительно начнет закрываться ниже каких-то текущих уровней, то там уже где-то... То есть ты смотришь закрепление и закрытие. Да, да, обязательно. То есть я обязательно закрытие смотрю, потому что очень ложные часто движения внутри дня бывают, когда акция падает, проценты потом ее откупают. Поэтому примерно такая ситуация. Дорогие друзья, у нас в гостях Денис Титов. Сейчас будет перерыв на новости, после которого мы продолжим нашу увлекательную беседу. Добрый вечер еще раз. У нас Денис Титов в гостях и я. Ваш покорный или не покорный. Денис, ну, смотри, значит, я хочу поговорить на тему. У вас была страничка, которую вы очень активно вели в своем время. Тренд Стокс. И у вас огромное количество людей, которые по сегодняшний день меня спрашивают, что стало с ней. Вы ее вели. Это был некоммерческий проект. Для вас вы ее вели, я знаю, притом очень активно. И с чего, в принципе, началась эта страница, зачем вы ее начали вести? Я думаю, изначально радиослушатели подумают, что это не нужно. Но я хочу, чтобы ты пришел, например, к тем правилам, которые вы тогда с Никитой описали. Например, если вы задумываетесь о трейдинге, то там вот такие-то 15 правил. Расскажи об этом проекте. Я понял. Значит, этот проект начинался, мы уже переехали из офиса, соответственно, сели к вам, начали получать первый опыт, знание стало, ну, опыт и знания, и хотелось, соответственно, донести. Ну, очень много вопросов нам задавали, как, что, как делать. То есть, с нами огромное количество трейдеров общалось. Я просто Никите предложил, мы создали страничку, мы писали статьи, они касаются, мы там базовые вещи описали, с чего нужно начинать, то есть, с каких моментов на фондовом рынке новичку лучше работать, какие мы там примеры приводили графиков, то, что торгуем. И мы на этой страничке писали очень много интересных статей. Там статьи были по психологии. И очень многие, кстати, статьи, мы их там потом перепечатывали, на нас ругали, что это баян. То есть, как бы, действительно, статьи были очень-очень интересные. На данный момент не занимаемся, потому что банально нет времени, потому что это требует очень много сил, очень много энергии. Подходить к этому спустя рукава нет никакого смысла. То есть, если что-то делать, нужно делать добросовестно и ответственно, по сути дела. А временной фактор, плюс все-таки загруженность в работе, мы с этой страничкой, с этим сайтом все-таки... Ну, ты помнишь, вы сделали там 15 правил? Ну да, это Никита писал. Да, для того, чтобы не стать. Или что вы хотите стать? Ну да, это Никита. Стать или не стать трейдером? Да, там были очень-очень серьезные и интересные вещи. Я уже, честно говоря, это Никита писал, я, честно говоря, не вспомнил. Там их много было. У тебя же там здесь колоссальное количество друзей, Ты, например, кого-то порекомендовал выйти в трейдинг или нет? Нет, я бы не порекомендовал. Есть, скажу проще, есть друзья, которые по натуре игроманы, игроки. Такого рода люди, к сожалению, могут очень много денег. Ну, давай забудем об игромане, если просто... А вообще... Простой человек просто приходит тебе. Да. Человеку, который как бы отторговал и у тебя получается, слава богу, все нормально. Тебе повезло, ты за три года от торговли не слил ни депозитов, ничего. В плюсе. И здесь вопрос возникает один. Посоветовать товарищу или не посоветовать? Я бы сказал так. Именно с точки... Если, например, человек интересуется экономикой, именно... Я бы порекомендовал не с точки зрения того, что он придет и заработает деньги. Ну, это как бы не совсем правильно будет. Я бы порекомендовал, если есть склонность к этой, скажем так, к науке и вообще к фондовым рынкам... А как... Тогда перефразирую тебя. Очень часто задают вопрос, на который невозможно ответить. Вот есть ли склонность у меня или нет? Получится у меня или нет? Я понял. Ну, я имею в виду внутренний интерес. Если есть интерес к фондовым рынкам, ну, скажем так, среди... У всех интерес к фондовому рынку один, это заработать деньги. Ну, на начальном этапе да, скажем так. Но все-таки нужно понимать, что 90... Там, цифра 95 ее многие называют. Скажем так, из личного опыта мало кто зарабатывает, будем проще говорить. Я бы именно порекомендовал бы с той точки зрения, даже если вы не заработаете денег на рынке, и если будете придерживаться базовым правилам, завести небольшой депозит, соответственно, и учиться просто. Вы именно с точки зрения образования получите очень хорошую школу. Вот для меня очень большой шаг именно был с точки зрения образования. То есть, это не просто смотреть на графики, анализировать акции. Это огромный спектр. То есть, постепенно от технического анализа перешел к фундаментальному анализу. Стал интересоваться процессами, там, макроэкономики. То есть, это очень важные вещи, которые в будущем помогут при, скажем так, при развитии любого бизнеса. Это очень важно, я считаю. Поэтому, именно чтобы человеку сказать приходи, ты заработаешь деньги, нет, так бы не сказал бы однозначно. То есть, 100%. Три года, три года ты торгуешь, и если бы ты, вот, три года прошло, у тебя есть уже этот багаж знаний, и теперь разрешили машину времени, тебя закинуло три года назад. Что бы ты делал по-другому? Все. Я понял. Начнем с самых базовых, базовых вещей, что я для себя сейчас понял, что для меня мало сделок – это хорошо. То есть, это вот заняло очень много времени, чтобы понять, что проще торговать. Либо сидеть, высиживать какие-то откаты по рынку, пересиживать небольшие, грубо говоря, и сидеть, глобальный тренд. Либо выходить из акции, а потом ее открывать на следующий день и наблюдать, что она выросла еще там на 2-3 доллара. Вот это вот на начальном этапе было особенно обидно. Когда вы вроде все делаете правильно, забираете какое-то движение по рынку и на следующий день смотрите, акция открывается и очень хорошо, там еще доллара 2 дает. Поэтому я бы именно поменял бы, прежде всего, не допустил бы те ошибки, которые на начальном этапе допустил. А, например, вот такая ситуация. Начинать самому или действительно, когда ты работаешь с группой людей, то ты прогрессируешь гораздо лучше. Потому что здесь очень много мнений идут в разные стороны. Потому что, например, люди такие, как я, которые выросли в офисе, я не знаю другой среды. Для меня, естественно, ответ сразу был бы, да, естественно, в среде. Ты и сам торговал, и торговал в офисе. Вот что лучше? Вы знаете, тут многое зависит от самого человека. Есть, скажем так, когда мы сидели в офисе, были люди, кому не нравилось, там, обсуждение не нравилось, кому не нравились очень многие моменты. Им комфортнее было торговать дома. То есть у человека, грубо говоря, есть своя торговая система, он по ней торгует дома, и он ни на что не отвлекается. Ну, совет новичкам, конечно же, лучше в офисе. Потому что на начальном этапе это понятно, это процесс исследования, вы пробуете, какие-то риски соблюдаете. Конечно, идеально, чтобы был риск-менеджер. Это во многих пробах есть. То есть... Сколько у вас человек было? Семь, да? Нас было пять, состав там несколько раз менялся. Но в основном всегда было пять. Где эти ребят сейчас? Значит, у нас из пяти человек. Один как раз торгует дома, пишет роботы. Паша. Паша, да. Другой парень, он вообще занимался другим делом, он работал, работает в Майкрософте, но он по вечерам с нами параллельно приходил, торговал. Самое интересное, что на начальном этапе не лучше всего получалось, но он забросил. Он как-то просто приходил, он... Ну, мы ему показали, вот база. И он всегда в базу входил, всегда зарабатывал, и у него почти каждый день в плюс. Но он просто на определенном этапе понял, что ему это неинтересно. То есть он там на своей основной работе... То есть даже учитывая то, что у него получалось, он все равно не захотел остаться. Он просто ничего больше не знал. Мы ему показали, там торгуй базы. Ну, а что здесь плохого? Это хорошо, это наоборот хорошо. А у нас была просто такая даже, ну, смешная ситуация. Мы везде сидим, что-то изучаем, пробуем, делаем домашку, торгуй в минус. Он приходит, 20 минут поторговал, в плюс уходит домой. Ну, так, как ты думаешь, лучше один стиль торговли человек трейдер должен знать или должен быть вот этот багаж целый, наборов стратегий? Я понял. Все зависит... Вот вопрос очень актуальный на самом деле, очень актуальный. Все зависит от рынка. Очень важно. Если, например, торгуете внутри дня, то, безусловно, одна стратегия, одна стратегия, рынок постоянно изменчивается, особенно внутридневная торговля, очень многие моменты могут меняться, соответственно. Поэтому, конечно, идеально, когда у вас будет определенный сегмент стратегий, которые на определенном рынке вы сможете... Там, если... Бывает момент, грубо говоря, когда хорошо ходят дешевые акции, нужно переключаться на них. Бывает момент, когда начинают летать дорогие акции, то есть нужно переключаться на них. Если вы торгуете средний срок, то тут, в принципе, один стиль торговли в лонг, это именно с точки зрения портфеля, ну и с рынка шартовый, соответственно, переключаться и торговать более слабой бумаги. То есть такой вот элемент риск-менеджмента плюс акции сильнее и слабее рынка. Скажи мне, а вот когда ты на самом деле понял, что ты что-то понимаешь? Вот сколько у тебя времени прошло? Я просто почему задаю эти вопросы, потому что как бы твое становление было у меня на глазах, и мне со стороны легче как бы подправить будет для того, чтобы молодежь услышала, да, например, там 4-й, 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 15-й минутка будет называться дельные советы один из сантитов. Вот сколько времени у тебя действительно взяло, чтобы ты пришел и сказал, я понимаю, что я делаю. Не просто получается, потому что бывают такие ситуации, что человек, он зарабатывает деньги, у него получается, но иногда он не понимает, что он делает. То есть в какой момент времени ты действительно понял, что ты сделал действие, и оно оправдано? Я понял. Значит, конечно, вопрос не очень простой, потому что каждый этап кажется... У нас просто получается, что передача рассчитана на то, к сожалению, к сожалению, в радиоэфире, да, они видят там, это не РБК, где можно достать планшет и на графике показать там точку входа, точку выхода. Поэтому задача предельно проста, чтобы радиослушатели, которые нас слушают, они смогли хоть какие-то выводы сделать, что для них... Первый вопрос будет, когда ты все понял, а второй вопрос будет, было ли когда-то разочарование. Я понял. Значит, самое... все-таки самый первый самый момент это через год, когда мы перешли на средний срок, более дорогие акции, именно через год стало получаться очень хорошо. Мы там брали позиции, они, скажем так, брали позиции именно с правильным риском, ну, скажем так, правильный риск-доходность и именно более-таки среднесрочный. Это был первый момент, когда мы с Никитой к вам сели, вы, наверное, помните тот момент, у нас очень неплохо стало получаться, мы находили свои идеи, их торговали, то есть это действительно самый актуальный момент. И второй момент, который я хотел бы выделить, это когда на России стало получаться, потому что, ну, когда сначала на Россию пришел, на России, ну, опять же, кое-какие вещи хотел спробовать, потому что не очень было понятно, что работает, какие-то эксперименты сначала некие, то есть те моменты, которые на Америке отрабатывались, пробовались на России, что-то на начальном этапе быстро отсортировалось, что-то показалось себя с более лучшей стороны, и как вот на среднесрочную торговлю на России перешел, с четким диверсифицированным портфелем, то действительно тогда пришло понимание того, что стало получаться. То есть, опять же, то, что работает на Америке, очень многие моменты работают на России, ну, очень многие. Нет, ты согласен все равно, вот ты сейчас проторговал, и ты понимаешь одну вещь, что в первую очередь, в первую очередь, это технический анализ, он и там, и там технический анализ, зачем базируется технический анализ, что покупатели и продавцы оставляют какие-то следы на графике, в первую очередь, правильно? Да. И что мы видим эти следы на графике. Да. И после этого, как мы видим следы на графике, есть технический анализ, который именно эти следы показывает. Поэтому и... В этом плане абсолютно согласен, техника работает очень хорошо, какие-то паттерны, плюс какой-то там, какие-то свои технические индикаторы, у каждого они свои, соответственно, это действительно работает хорошо, но определенным образом на фундаментал внимание однозначно обращаю. То есть, планируется ли выход отчета у компанчета, не отчета у Газпрома был. То есть, это очень важная новость. Вчера Газпром закрылся не очень, грубо говоря, сегодня вышел отчет с утра. То есть, это была важная новость, и до движения по техническому анализу было понятно, что будет в акции какой-то очень серьезный интерес. Но ты все равно спекулировал? Нет, я давно уже сижу. Нет, я не это имел в виду. Ты же знаешь, что мы делали раньше, мы всегда, практически всегда, бумаги, которые у нас были на дневках, мы их практически всегда выходили до квартальных отчетов для того, чтобы не иметь проблем. А дорогие друзья, у нас Денис Титов в программе после новостного выпуска Денис как раз нам даст побольше таких дельных советов для тех, кто торгует Америку, на что обращать внимание, для тех, кто торгует Россию, на что обращать внимание, стоит ли переходить с одного рынка на другой, стоит ли оставаться на одном или другом рынке. А у нас сейчас перерыв на новости. У нас в финале, которое по сути дела все будет от тебя зависеть, да, последние 12 минут. Я как раз хочу, чтобы ты рассказал «Дам молодежи», потому что вы на самом деле посредством своей веб-страницы общались с огромным количеством людей, у которых получалось, у которых не получалось. Поэтому я хотел бы, чтобы ты за эти последние там 10 минут как раз дал молодежи советы. С огромным удовольствием. Значит, первый совет, самый основной, для себя четко определить время, которое вы сможете торговать. Потому что, отталкиваясь от этого, вы для себя сможете понять, соответственно, какой рынок вы выбираете. И отталкиваясь от этого, вы должны посмотреть, какую сумму вы готовы потерять. Потому что все-таки первый этап, он всегда самый сложный. Если вы начинаете, как правило, очень, скажем так, у 90% новичков, у 95% депозит, первый либо теряется часть, либо полностью. Поэтому вы должны для себя выделить какую-то сумму, которую вы 100% готовы потерять, и вы про нее, по сути дела, должны забыть. Второй важный совет, если вы начинаете... То есть, торговать только на те деньги, потому что, на самом деле, этот постулат, он вызывает огромное количество не то, что нареканий, а таких двояких мнений. Одни говорят, так нельзя, другие говорят, надо торговать в удовольствии, третьи говорят, зачем вообще терять. Я, в принципе, сторонник того тоже, что, если вы приходите на рынок, то, может быть, и должна какая-то быть цифра, которую, как бы, не жалко, потому что за образование нужно платить либо временем, либо деньгами. Ну да. Я все-таки придерживаю, я сторонник, убежденный, суммы небольшой, потому что уже огромное количество раз приходилось видеть, как человек приносит очень огромные деньги и уходит ни с чем. Это не очень правильно. То есть ты, в принципе, подтверждаешь слова, что вы потеряете 100 тысяч рублей, что миллион, вы научитесь одинаково. Так как мне, скажем так, если бы, бывают очень серьезные потери на фондовом рынке, если бы я этого не видел, я бы так бы не говорил, но, к сожалению, люди очень многие, которые приносят большие деньги, они теряют очень много. Поэтому лучше заложиться на небольшую сумму, ничего страшного не случится, полгодика посидите, поторгуете, попробуете, как начнет получаться, завозите гораздо больше. То есть тут нужно понять, что это прежде всего процесс эволюционный, потому что революционно начинать очень опасно. Кстати, вот тоже очень известный постулат, но так оно и есть, потому что если вы в первый момент зарабатываете какое-то количество денег, понимания часто нет, теряете то, что заработали психологически тяжело и можете уйти в минус или вообще полностью потерять депозит. То есть это, к сожалению, ситуация очень частая. Второй все-таки важный момент для новичков это соблюдение рисков каких-то. То есть не нужно в одну, скажем так, не нужно в одну позицию, ну если понятно, торгуйте фьючерс, нужно торговать там один контракт. Если... Имеется в виду без плечей? Ну да, да. То есть там контракт стоит 100 тысяч рублей, то никакого ГО, а именно 100 тысяч рублей. Да, да. Соответственно, если вы торгуете акции, ну там заведите 30 тысяч рублей, потренируйтесь, ну там берите в позиции там не на все 30 тысяч рублей, там с первым или с третьим плечом, а как-то все-таки... 20% там на позицию от портфеля. Да, потому что нужно себя приучить, что с этих денег денег вы не сделаете. То есть те, кто из 30 тысяч делают 1000 процентов, ну опять же, таких единицы, а может быть и... Меньше. Меньше. А может быть и меньше, чем единицы, будем говорить так. То есть таких все-таки гениев не так много. Лучше себя приучайте не к процентам, а к правильности. Когда вы начнете правильно, вам гораздо будет проще потом эволюционировать. Обязательно, если есть возможность, куда-то сядьте. То есть там... И между с кем-то торговать. Ну да, да, обязательно. Все-таки сейчас везде где-то и в регионах пропы какие-то открываются. В Москве есть, в Петербурге есть. Либо объединитесь в команду, то есть посидите вместе, поторгуйте, если... Там офис не так дорого. Под надзором, да. Да. Мы там за офис не так много платили, на самом деле. У нас было 5 человек. Мы 24 тысячи платили. То есть 24 тысячи на пятерых. Ну вполне приемлемо. Да, с интернетом. Да, с интернетом хорошим. У нас было 2 интернета. 5 тысяч рублей человека. Да. То есть вполне приемлемо. Офис был... У нас в офис была такая маленькая комнатушка. Ну по сути дела. То есть и мы там столы купили, купили компьютер и сидели, торговали. То есть все вполне приемлемо. Депозит был самый маленький. Там тысяча долларов у нас на депозите было. Понятно, что мы не думали о том, что мы с этих денег что-то заработали. Заработали миллионы, да. Просто хотелось правильно учиться, правильно развиваться. Потому что как правило получается, когда вы вместе сидите, у каждого начинает человек... Каждый человек к чему-то интересному приходит. И какие-то интересные вещи они все равно в начальном этапе у каждого возникают. И вы начинаете вместе это анализировать, вместе смотреть и кое-какие вещи действительно начинают появляться. Потому что когда вы торгуете один дома, именно новичку тяжеловато. Потому что многие моменты одни и те же ошибки все совершают. И тут нормально. Я их совершал в любом деле так. Как и в трейдинге. То есть трейдинг по сути та же жизнь со своими ошибками. Нет, это и есть жизнь. Ну да. Многие к этому так относятся. Менее серьезно, как нужно. Все-таки нужно серьезнее отнестись. И да, самое, наверное, самое именно основное это подойти к этому серьезно. То есть не относиться к этому опять же общий постулат как к игре. Но будем не так говорить. Отнеситесь к этому как к бизнесу. То, что вы вкладываете деньги, можете себе сходить. Можете получить деньги. Да, бизнес-план написать. Что вы хотите сделать. Объединитесь в офис. Вместе начнете зарабатывать. Там, если интересно, у нас там была идея потом начать инвесторов своего искать. Это была дальняя идея. Когда мы начинали именно только-только запускались. Как некий стартап. Ты сейчас работаешь в инвестиционной компании. Да. У тебя есть свои деньги, у тебя есть клиентские деньги. А если бы не получилось работать в инвестиционной компании год назад или сколько? Больше года назад. Ну да, больше года, полтора. Полтора года назад ты начал работать в инвестиционной компании. И ты кое-какие вещи поменялись. У тебя, например, стала стабильная зарплата. У тебя есть там стабильный заработок, который ты зарабатываешь. Если бы этого не было полтора года назад. Я понимаю, что сейчас очень тяжело задать этот вопрос, потому что нет машины времени. Мы не можем вернуться назад и не можем задать себе вопрос, что все-таки было бы тогда. Но я уверен, что полтора года назад, когда ты, в принципе, стоял на дороге и не знал, будешь ты уходить, не будешь ты уходить, куда ты пойдешь, сколько тебе будут платить. Вот полтора года назад, как раз, когда ты продолжал еще торговать тогда на себя, какие думки у тебя были? Вопрос хороший. Значит, я вот придерживаюсь такого мнения, если вы в трейдинге больше года, полтора, уйти практически невозможно. Либо у вас вы должны... По какой причине? Жалко? Жалко потраченного времени? Дело даже не в этом. Засосало как трясину? Ну, не засосало как трясину не с точки зрения игры, не с точки зрения игры именно, а с точки зрения интереса и работы. То есть все равно процесс... Вот у меня здесь в большинстве своем это еще процесс образования. Я постоянно что-то изучаю, мне просто реально очень интересно. И именно вот я мало людей знаю, которые там больше года проторговали, они все равно там открывают терминалы, смотрят, как акции себя ведут, как то. уйти очень тяжело. Ну вот полтора года назад ты стоишь, не знаешь, что у тебя впереди работа в инвестиционной компании, у тебя доступ к своим деньгам, что у тебя доступ к клиентским счетам. Однозначно сделал бы перерыв тогда. Потому что тогда был такой этап, нужен был перерыв. и соответственно я как раз тогда смотрел что-то по профилю, там фондовые рынки и так далее. Но однозначно перерыв... Скажем так, у любого трейдера это нормально будет когда-то перерыв. Потому что очень стабильно... Перегорает, устаешь. Да, 100%. Бывают всякие моменты в жизни, бывает что-то хорошо, бывает что-то похуже, но бывают моменты, когда нужен перерыв, когда что-то не получается, либо рынок непонятен, либо пошла череда минусовых сделок, это постаёт нормально. У любого трейдера, если он берёт на определённом этапе перерыв, переосмысливает, он приходит каким-то для себя... Ну, в будущем будет для торговли большой прорез. А очень маленькое количество людей как раз могут сделать вот этот шаг назад. Ну, это важно. Очень маленькое. Ну, периодически это нужно делать, в этом ничего страшного нет, я считаю. Нет, страшного-то ничего нету. Но сделать шаг назад очень тяжело. Ну, нужно постараться. Потому что, ну, я понимаю, потому что многие не могут остановиться, многие там потеряли деньги, хотят там отбить. Ну, у тебя были вот друзья, трейдеры, и на странице к вам приходили. Из-за чего больше всего людей не справлялись? Не справлялись? Самое, могу точно, сто процентов сказать, это из-за того, что на протяжении долгого времени не получается зарабатывать. То есть, бывает просто... приходят на работу, работают, и нет выхлопа. Да, бывает проще. Они делают все, соблюдают все правила, там, торгуют все, торгуют все по какой-то системе и так далее. Но у них не получается. Они просто психологически, к сожалению, просто реально перегорают. Ну, вот такая ситуация очень интересная. Начинает получаться тогда, когда вы думаете, все не получилось, оставляете трейдинг, потом просто приходите, ни на что не обращаете внимания, спокойно торгуете, начинает получаться. В удовольствие. Да, вот самое интересное. То есть, если просто все плохо, завершаете карьеру трейдера, потом... А важна вот эта, так называемая, минута славы? Сто процентов. Минута славы. Я всегда всем своим трейдерам говорю, что сделайте сначала пару сделок просто ради минуты славы, чтобы это были идеальные сделки, чтобы вы прочувствовали, что можно зарабатывать деньги. Когда она у тебя наступила? Минута славы наступила на третий год. Только на третий год? это... это... Ну, это... у вас были уже с Никитой, в принципе, хорошие дни. я говорю, минуту славы, мы же минуту славы берем именно с точки зрения максимума заработанного. почему? У вас... А, локально брать? Локально брать для того, чтобы прочувствовать момент. Минута славы... У нас минута осталась. Я понял. Первая минута это торговля дешевых акций, первый год, средний срок. Вторая минута это, когда вот мы сели к вам, у нас стало получаться. Третья минута это как раз третий год, это Россия, портфельные инвестиции. Ты сам уже все делаешь. Да, вот это сто процентов. Вот это самое, вот три... Один раз в год минуту славы... Главное, первая минута славы, потому что она тебе показывает, я могу здесь зарабатывать деньги. Да, да, это очень важно. То есть как раз в этот момент и приходит минута славы, действительно. Это очень важно. Тридцать секунд у тебя есть, что бы хотел ты молодежи посчитать? Я бы хотел бы, во-первых, всем порекомендовать начинать не быстро. Процесс эволюционный, очень медленный. Готовьтесь к тому, что несколько лет у вас может вообще ничего не получаться. Готовьтесь к тому, потому что думайте о хорошем, но готовьтесь к худшему. Приготовьтесь к этому как к бизнесу, то есть отнеситесь к этому, пускай это для вас будет стартап. Рекомендую... Может не получиться. Может не получиться, это абсолютно нормально, стартап есть стартап. Обязательно приготовьтесь как следует, Почитайте что-то, обязательно общайтесь с трейдерами, которые вам будут что-то подсказывать, более опытные. И всем желаю успехов в этом нелегком деле. Дорогие друзья, у нас в гостях был Денис Титов, программа «Авторская охота на герщика». Всем хорошей рабочей недели, удачи и смотрите нас, пишите нам. Всего доброго. До свидания.